Брати и сестры Брати и сестры Брати и сестры Господь разрешает, и вот апостол Петр делает несколько шагов по воде и начинает упопать. Господь укоряет его, говорит, маловерный, зачем ты сомнился, подает ему руку. Они входят в эту лодку и в течение короткого времени достигают берега противоположного. Братья и сестры, конечно, вот это Евангелие, оно заставляет нас с домом с обочинным ногом. В первую очередь в этом священном отрывке Господь говорит и показывает нам о важности молитвы в нашей жизни. Совершив посещение народа, Господь уединяется. Он, как сказано, восходит на гору, один помолится. Здесь он находится в довольно удовлетворительное время. Ибо в четвертую стражу Господь пришел к своим ученикам. И вот, братья и сестры, в течение всей своей земной жизни Господь неоднократно удалялся, находил вот это вот уединение и совершал молитвы. Мы знаем, что когда пришли апостолы и сказали, что усекнули Иоанна Претечу, Господь оставил их, пошел, какое-то время молился на земле. Мы знаем, что перед своими голодовскими страданиями, где всемания, Господь молится на кровавого пота. Вот, братья и сестры, конечно, этот пример Господь дает нам, чтобы всегда в нашей жизни непрестанно была молитва. Ибо без молитвы наша жизнь, она невозможна. Человек тогда духовно умирает. Молитва – это один из видов богообщения. Вот, братья и сестры, дальше в этом Евангелии молились, что Господь, как повелитель неба и земли, повелитель всего существующего, как Творец, Он идет к лозер. Апостолы, самый решительный из них, я сказал, Петр, тоже возгорайся и говорит, Господи, разреши мне прийти к Тебе. И что мы видим? Мы видим, что пока Он взирает на Христа, пока в Нем нет сомнения, пока Он ведет перед Собой Христа, Он идет смело, казалось бы, делает невозможность, идет по воде. Но что происходит потом? А потом происходит, братья и сестры, то же, что произошло и с Евой в райском саду. Когда Адам и Ева взбирали на Господа, когда они были в богообщении, тогда не мог перенебиться к ним лукавый змей. Но Ева стала рассматривать плод, какой он красивый, какой приятный может быть на вкус, стала она думать. И тогда лукавый подступил к ней. И так же происходит в жизни и вот в этом отрывке с апостолом Петром. Как только Он свой взор убирает от Христа, как только Он начинает смотреть на волны, то всякие помышления, помыслы, мысли начинают быть у Него в голове. Он видит эту вот бездну водную и начинает сомневаться и дыхать. И вот то же самое происходит в жизни. Каждый день, возможно, и каждый час каждого из нас, если мы всегда непрестанно проходим свою жизнь со страхом Божьим, верить в Богом, что тогда, конечно, мы можем быть ограждены от греха, потому что мы проходим тогда в трезвении и бодрости в нашей жизни. Но как только мы начинаем какие-то помыслы, которые не зависят от нас, от лукавого начинают поменяться в нас, если мы начинаем на них задерживаться, то тут же вот этот пикарь помыслов, он может заполнить и затопить нашу душу. Тогда мы можем, конечно же, утонуть вот в этих помыслах. Вот, братья и сестры, всегда в этих случаях нужно обращаться от сердца к Богу. То, что и совершил апостол Петр, он сказал, Господи, спаси меня. Два слова. Господи помилуй, Господи спаси. Достаточно нашей жизни, чтобы отлепиться от тех помыслов, от той паутины лукавой, лукавой дьявольской, которая каждый день, каждый час лукавый старается увлечь человека и отвлечь его от места. Братья и сестры, конечно же, отцы толкуют этот отрывок следующим образом, что вот эта лодка, в которой находились ученики, она символизирует Церковь Божию. И те, кто находятся в этой лодке, конечно, они безбедно проявляют вот это пушующее житейское море. Море, оно символизирует вот этот внешний мир, житейский мир, который окружает нас. Но если мы находимся в Церкви Божией, если мы со Христом, то, конечно же, нам не грозит никакая буря, никакое несчастье не может нас подавить, потому что с нами Христос. У нас есть купование на Христа. Вот, братья и сестры, к какому берегу стремились апостолы? Они стремились прообразовательно, вот в этом отрывке сказано, к иному берегу. А к какому берегу стремимся мы в своей жизни? Мы стремимся к Царству Небесному, к жизни вечной. И вот Господь сказал, что создан Церковь, и врата Ада не отдают ее. Сирия с вами во всякие дни воскончания века. Вот, братья и сестры, это пример для нас. Если мы находимся в Церкви Божией, если мы находимся со Христом, то тогда мы можем безбедно пройти вот это бушующее житейское море. Дай Бог всем нам всегда в своей жизни держаться за Христа. И тогда с Божьей помощью мы достигнем, можем достигнуть Царствия Небесного. Аминь. Спасибо.